На автосалоне в Китае, который проходит в данное время. Одной из главных новинок стал электрический седан от Мазды. Он в Китае заменит Мазда 6 и будет конкурировать с самыми продаваемыми в мире электромобилями. Официально объявлено, что Мазда ЕЗ-6 сделана вместе с компанией Чанган, но другие подробности о степени партнерства не приводятся. Судя по всему, за основу для модели взяли лифтбэк Депал СЛ-03. Как и донорский китаец, лифтбэк Мазда ЕЗ-6 будет доступен с гибридной или полностью электрической установкой. Сообщается, что аббревиатура ЕЗ означает Е – это электрический, Z – Zero Emission – нулевой уровень выбросов. Автомобиль воплощает философию дизайна Мазда душа движения с динамичной передней панелью, узкими диодными ходовыми огнями и расположенные под ними компактные блоки основных фар, безрамочные двери, а также задними фонарями во всю ширину, надписью Мазда по центру крышки багажника и над ними расположился активный спойлер. Мазда ЕЗ-6 получила 19-дюймовые колеса с аэродинамическим дизайном и имеет большую панорамную стеклянную крышу. Вместе с официальными видео появились и предварительные технические характеристики. Мазда ЕЗ-6 получила задний привод как электрическая модель. У седана идеальное распределение веса 50 на 50 и многорычажная задняя подвеска. Блок батарей неизвестной емкости рассчитан на 600 км пробега согласно китайскому циклу CLTC. Модификация под названием ЕЗ-60 с дополнительным бензиновым двигателем, который работает в качестве генератора, может проехать тысячи километров, прежде чем закончится заряд батареи и топлива. Вполне вероятно, что электрические силовые агрегаты родственного Депал SL-03 будут предлагаться и в ЕЗ-6. Он доступен с аккумуляторными блоками емкостью 58,9 и 66,8 кВт-ч, приводящими в движение задний электродвигатель мощностью 215 или, как во втором варианте, на 255 лошадиных сил. В состав установки гибрида входит 95-сильный бензиновый атмосферник, полтора-литровый, предназначен только для подзарядки аккумулятора. Электромотор на 218 или 238 лошадиных сил и батарея емкостью 19 или 28,4 кВт-ч. Похоже, что салон не имеет много общего с продукцией Mazda, продаваемый по всему миру, что объясняет связь с Китаем. Внутри 14,6-дюймовая информационно-развлекательная система, самая большая из когда-либо устанавливавшихся на автомобиле Mazda и 10,2-дюймовая цифровая комбинация приборов. Двухспицевый руль с сенсорными клавишами, двухэтажный центральный тоннель и проекционный дисплей дополненной реальности. Кроме того, тут аудиосистема Sony с 14 динамиками и 64-цветное настраиваемое фоновое освещение. Mazda заявляет, что EZ6 будет оснащен технологиями безопасности и удобства, включая системы предотвращения аварий и интеллектуальную систему парковки, которая позволяет управлять автомобилем голосом, даже когда водитель находится снаружи. У новинки длина составляет 4920 мм, ширина 1900 и высота 1483, колесная база 2900 мм. Это делает его немного больше, чем прежний седан Mazda 6. Новый лифтбэк от Mazda поступит в производство до конца этого года. На данном этапе неясно, будет ли Mazda EZ6 предлагаться за пределами Китая, хотя Чанган и Mazda недавно подтвердили, что активно стремится продвигать экспорт автомобилей, произведенных в Китае. А также изучает возможности зарубежного сотрудничества с другими автопроизводителями. В Европе Mazda недавно зарегистрировала торговую марку 6E. Вполне возможно, что у устаревшей Mazda 6 тоже появится замена. Однако пока нет информации о том, будет ли европейская модель перекликаться с лифтбэком Mazda EZ6. И это еще больше подогрело слухи о том, что новая модель заменит Mazda 6 текущего поколения, которая впервые была представлена в 2012 году. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале!